Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Последние несколько дней я походил с новым брендом, для России новым брендом. Это китайский бренд Realme, модель Realme 3. Модель по-своему достаточно интересная. Я даже удивился, здесь есть некоторые фишки, которые производитель заявляет. Например, он говорит о том, что искусственный интеллект не только работает с камерой и улучшает снимки, но и также помогает отключать приложения, которые висят долго в фоне. И для меня это было неожиданностью, это действительно работает. Я расскажу плюсы и минусы. Здесь есть и плюсы, есть и вещи, которые мне не понравились. Все в этом полном обзоре. Камера, производительность, удобство использования и так далее. Но скажу, что по части всяких фишек смартфон оказался очень сильно напичкан. Например, есть и управление жестами разными. Например, включить фонарик, нарисовать букву V или какое-то другое приложение. Можно поменять кнопки, можно сделать управление жестом. И особенно мне понравилась возможность, когда мы заходим в системные приложения, то запись телефонных вызовов можно сделать либо все номера, либо только избранные. То есть, в плане всяких фишек смартфон довольно-таки хорош. И далеко не все это могут. Ну, погнали! Приятного просмотра! Сам смартфон весит 175 грамм из-за того, что здесь не маленькая батарея. 4,230. О ней подробно я расскажу чуть позже. Смартфон пластиковый, но этот пластик выглядит хорошо. Опять же, судить вам. Единственное, что мне не нравится, что он активно достаточно собирает отпечатки пальцев. И лучше прятать его в чехол. Такой, точнее, бампер идет в комплекте. Бампер с хорошо выступающими спереди защищающими экраны краями. Это действительно хорошо. В случае падения, несмотря на то, что здесь Gorilla Glass 3, шансов больше, что экран останется цел. Но в остальном, смартфон действительно хорошо собран. То есть, никаких нет ни люфтов, ни поскрипываний. Ну, я на всякий случай говорю такие очевидные вещи, которых быть не должно в телефоне в новом 2019 году. Ну, на всякий случай. Не знаю, не прогибается, если даже попытаться вот руками вот так вот сильно. Я специально все это проверяю. То есть, все хорошо. По внешнему виду, если не брать вот отпечатки пальцев, что то, что телефон собирает, то он мне даже нравится. Он такой приятный перелив с оттемно-синего сверху к более такому, не знаю, другого оттенка снизу. В руке достаточно удобен. На задней спинке устройства есть сканер отпечатка пальцев. Срабатывает очень быстро. Кроме того, телефон, разумеется, можно разблокировать по лицу. И, опять же, мне нравится то, что производитель гибко достаточно подошел. Здесь есть вариант разблокировки мгновенной. Есть вариант, чтобы, когда он разблокирует, нужно еще и пальцем вверх провести. И, конечно, можно отключить функцию, чтобы с закрытыми глазами телефон вас не разблокировал. Я это все проверил. Все действительно работает. И разблокировка, и по сканеру, и с помощью фронтальной камеры происходит очень быстро. По внешнему виду закончу. Особенность телефона то, что у него тройной слот. Две сим-карты и карту памяти в телефон поставить можно. Кнопки включения с левой стороны, кнопка громкости с правой. Снизу у нас разъем для наушников. Хорошо, что они не отказались от него. Звучит достаточно хорошо. Разъем microUSB. Ну, конечно, лучше бы поставили Type-C, но только microUSB здесь имеем. И динамик. Динамик один в меру громкий. Звонок не пропустите. На высоких частотах звук немножко такой рисковатый, но сам по себе динамик запас по громкости имеет хороший. Две камеры практически не выступают, если даже положить телефон на стол. Ну и переходим к следующему. В смартфоне три камеры. Основной модуль две камеры 13 плюс 2 мегапикселя и камера, которая встроена в экран, так называемый вырез сверху, также на 13 мегапикселей. То есть 13 плюс 2 и 13. По камерам настройки, они с одной стороны лаконичные, с другой стороны все есть. Здесь, конечно, портретный режим. Есть режим профессиональных настроек, конечно же. Для камеры есть вспышка. Что касается качества фотографий, самое главное, конечно, для очень многих. Я удивился. Конечно, вы мои слова проверьте обязательно, но качество фотографий с этого телефона на основную камеру возможно из-за того, что тут используется, как говорит производитель на своем сайте, пятилинзовая система из пяти линз. Возможно из-за того, что, как говорит производитель, используется система из пяти линз на основной камере, но качество фотографий отличное. Я бы даже сказал, что вдвое дороже телефоны не всегда так хорошо фотографируют, как эта модель. Оно действительно классное. Это что касается при хорошем освещении дневных фотографий. Видны все листочки, видны люди вдалеке идущие, дома. Это реально круто. Ночные снимки не столь хороши. Фронтальная камера в принципе тоже довольно-таки неплоха. А вот качество видео меня не очень порадовало, особенно на контрасте с такими замечательными фотографиями с этого телефона. Само качество видео, конечно, среднее. Опять же, оригиналы доступны по ссылке, посмотрите. Поэтому вывод по камере какой? Как камерафон, как ни странно, за такие относительно небольшие деньги, телефон очень хорошее выдает качество фото. И не такое хорошее качество видео. Поэтому обязательно знакомьтесь с оригинальной фотографией. Ссылка будет под видео. В смартфоне установлен экран по технологии IPS. Разрешение 1520х720, диагональ 19х9, 622 дюйма. В принципе, конечно, это не так и много. Но если не придираться и не смотреть на какой-то совсем мелкий шрифт, то особых как бы косяков в экране не видно. В плюсах могу сказать, что экран достаточно яркий. Запас по яркости имеет действительно большой. И даже на ярком солнце экран читаем хорошо на солнце. По экрану, конечно же, есть настройки цветовой температуры. Для меня это важно. Мне иногда хочется сделать чуть похолоднее. Притом, обратите внимание, то есть можно плавно сделать. Не просто три положения, а сделать холодный теплый оттенок, как вам удобно. И можно, конечно, шрифтами поковыряться. Ночной режим включить. Я, кстати, иногда включаю даже для IPS-экранов. Но это уже, конечно, опять же, дело вкуса. В целом, по экрану каких-то вопросов нет. Защитное стекло Gorilla Glass 3. Отмечу, что на экран еще наклеена пленка, которую я снимать бы точно не стал, потому что скольжение хорошее. Пленка как будто с олеофобным покрытием. То есть проблем никаких не возникает. Сверху вырез под фронтальную камеру, но не так и сильно мешает. Либо я уже начал к ним привыкать, уже перестал практически в обзорах про это ругать. Но они сейчас постепенно из моды выходят. В целом, для HD-экрана здесь в плюсах хорошая яркость, и каких-то особых вопросов у меня по нему не возникло. Телефон работает на Android 9. Сверху стоит своя собственная оболочка, которая называется ColorOS. Если мы посмотрим о телефоне, мы увидим версию ColorOS 6 и Android 9. Здесь очень много фишек, я с удовольствием бы во всем расскажу, но вначале посмотрим, как все работает. Сверху это реально самые большие иконки, что я видел. Но иконки, конечно, можно поменять местами, переставить с помощью вот такого вот переключателя. То есть, что вам не нужно, например, добавляем или убираем. Иконки реально огромные. Слева, если делаем свайп, попадаем вот в такую менюшку. Здесь также она должна кастомизироваться, по крайней мере добавить что-то можно. И сами рабочие столы. Кроме рабочих столов, здесь забавно, сейчас я покажу вам, режим ящика называется, это реально смешно. Есть меню приложений, свайпом оно делается вот так вот, снизу вверх. Настройки, если самого экрана, то увидим виджеты, обои, эффекты. Понятно, это даже рассказывать не нужно, все это понятно и знакомо. Здесь же, пожалуйста, режим ящика. Режим ящика это стандартный андроидовский, как на Google Pixel. То есть, здесь они перевели как режим ящика. И обратите внимание, кстати, и просто стандартный режим почему-то. Можно сделать как на пикселях, кнопки список последних приложений нет. Все это делается в настройке, я сейчас покажу. Кнопка назад. Их можно поменять местами. Что касается основных настройок, тут очень всего много. Ну и экраны яркости. Я рассказывал про экран, показывал, на всякий случай еще покажу. Можно цветовую температуру выбрать, автояркость включить, выключить. Начальный экран и обои тут тоже, в принципе, ничего особенного. Опять же, режим ящика можем поставить, если нам это нужно. Очень понравилось, как работает распознавание лица и работает как, собственно, сканер отпечатка пальцев. Если мы посмотрим на лицо, опять же, ну, нужно войти сюда дополнительно, то смотрите, провести вверх. То есть, когда мы разблокируем, да вот я сейчас в реальном времени сделаю, мое лицо видно, видите, вот этот значочек, разблокируем. А если поставим сразу, то тогда телефон разблокирует мгновенно. Скорость разблокировки, как на флагманах, я нисколько не преувеличиваю. Смотрите сами. Плюс можно сделать подсветку экраном при слабом освещении, что, на мой взгляд, удобно и с закрытыми глазами он не распознает, я проверял. Глаза закрываю, телефон уже не распознает меня. Очень много скрытых функций удобства. Ну, во-первых, кнопки навигации можно поменять, как я и говорил вам сейчас. То есть, можно поставить, как в Google пикселях, вот так. Но в Google пикселях поменять нельзя кнопку назад, почему-то направо. Здесь можно. Можно сделать жесты прокрутки и возможности просто огромные. Смотрите сами. То есть, простые жесты слева, справа. То есть, все как очень грамотно, на мой взгляд, сделано. Лишним это точно не будет. Смарт-панель. Ну, это имеется в виду вот эта смарт-панель. Она также настраивается, потому что, удерживая любой ярлык, мы можем добавить или убрать ярлыки. Работает она из любого экрана, просто свайпом. Вот эту вот часть делаем и тоже кому-то, может быть, и пригодится. Хуже от этого точно никому не будет. Жесты и движения мои любимые. Ну, во-первых, умный звонок, автоответ при поднесении к уху. Это реально хорошая функция. Когда поставим сим-карту, будет ответ при поднесении к уху. Тоже хорошее. Отключать звук при повороте. Ну и, конечно, можно жесты, режимы ожидания. Это прикольно. Вот, пожалуйста, я сейчас буковку В рисую. Зажигается фонарик. Опять же. Ну, тут просто у меня... Да, разумеется, он не разблокируется. Вы видите, фонарик загорелся. Да, просто он не должен разблокироваться. Сейчас мы его разблокируем. Конечно, можно жесты, режимы ожидания настроить какой-то свой. Добавить жест. Видите, смахнуть слева-вправо. Нарисовать им и выбрать какое-то приложение. Либо позвонить. Это реально удобно. Мне эти функции нравятся. Но остальное, включение экрана при поднятии, также пригодится. То есть, достаточно много всего. Я даже удивился. На первый взгляд, ничего такого не было. Последнее, о чем хочу рассказать, это системные приложения. Например, заходим в вызовы. Мы можем по умолчанию делать запись разговора либо всех, либо выбранных. Это реально прикольно. Это реально прикольно. Многие периодически пишут, можно ли записывать телефонный разговор. Можно. Можно определенный номер записать. Это реально здорово. Ну и дальше, если зайдем, не знаю, в камеры что-то, тут еще таймер, соотношение сторон. Но это все в настройке камеры. Здесь уже, в принципе, нам не нужно. Съемка под печатку пальцев. Наверное, все. То есть, оказалось, здесь даже больше, чем я не ожидал, что будет так много в телефоне разных таких интересностей, которые встречаются крайне редко. Знаете, когда делал распаковку, я говорил, рассказывал, что здесь есть искусственный интеллект. И в начале обзора, по-моему, говорил, он работает не только для улучшения фотографий, но и для энергосбережения. И я как делаю? Обычно ночью я где-то там в 12 ложусь, ставлю телефон, просыпаюсь рано и уж меньше 6 часов ни один телефон не крутит. Телефон у меня остается рядом на столе, крутит без перерыва один и тот же фильм. Я проснулся, телефон выключен. Для меня это было дико, все думаю, ну что за фигня? Оказывается, искусственный интеллект. Я посмотрел в батарее. Я увидел, что у меня получилось, телефон осталось 45% и режим экрана, MX Player батареи показал, свечение экрана, как раз получилось где-то там около 6-20 что ли. То есть это хороший результат. По идее телефон там точно больше 10, а то даже больше 11 часов видео должен был прокрутить. Но искусственный интеллект увидел, что действий никаких не происходит и просто выключил экран. То есть выключил не через полчаса, не через час, а через 6 с половиной часов. То есть здесь эта фишка работает. Потому что другие телефоны у меня так не выключались. Я его, разумеется, не выключал, никто его не выключал. Но конечно, если мы поставим сюда одну сим-карту или даже две, то такой емкости по идее, если телефон прям совсем убивать не будете, не будете играть какие-то сверхтяжелые игры в него, то в принципе до двух дней даже растянуть можно. Но опять же все люди разные. Автономность мне понравилась. Особенно то, что вот именно по идее там больше 11 часов, я думаю, он бы протянул. Ну это очень хороший результат. Реально. Притом нельзя сказать, что экран здесь какой-то неяркий. То есть на солнце экран хороший и яркость, когда высокую ставишь, здесь опять надпись появляется больше энергопотребления. То есть автономность мне понравилась. Смартфон работает на процессоре Helio P60. Это, конечно, не Snapdragon, но Helio всегда немножко стояли особняком в хорошем смысле. Лучше, чем просто без приставки Helio от Mediatek. Они работают быстро. Конечно, если вы не будете требовать их не очень много, но и телефон опять же не стоит каких-то безумных денег. Если мы посмотрим Antutu, то тут покажет в районе 130 тысяч баллов, что не так и много, но и не так мало. Видеопроцессор будет, конечно же, от Mali-G72 трехъядерный. Оперативной памяти смартфон выпускается либо 3.32, 32 встроенные, 3 оперативные, либо 4.64. Что касается таких тяжелых игр, как, например, PUBG Mobile, то мы можем поставить средние настройки. Разумеется, мы не будем ставить максимальные настройки. Это недорогой телефон, и сравнивать его с флагманскими аппаратами совершенно не стоит. Но на средних настройках, если мы уберем все эти траву, поставим средние настройки графики, то играть, бегать будет вполне комфортно. Смартфон оказался интересным. Первое впечатление о нем было такое непонятное. Надо поюзать, погонять, посмотреть. Понятно, что он не блещет какими-то там супер-супер какими-то крутыми характеристиками, но это было бы невозможно. За ту цену, что его продают, сюда не поставишь какой-то топовый процессор. Глупо сравнивать его с другими телефонами, которые стоят в два раза дороже и выше. По факту, однозначно понравилось. Качество сборки. Оно действительно хорошее. Телефон приятно держать в руке, пусть он и пластиковый. Однозначно понравилось качество фотокамеры. Например, если вам это важно, мне важно, например, фотографируешь пейзажи, детей своих, домашних животных, то, на удивление, за такие деньги качество фотографий очень высокое. Но качество видео не такое хорошее, как я и говорил. Здесь неплохой экран, пусть всего лишь HD плюс разрешение, не Full HD, но он действительно неплохой, яркий, сочный, построить под себя его можно. Производительность, если вы не играете, выиграть в PUBG Mobile, как я показывал, там на средних настройках в принципе играть только комфортно можно. И батарейка, даже чуть выше 4000 мАч, что действительно хорошо. В минусах, но мне не понравился кое-где такой непонятный перевод. Вот этот вот режим знаменитый, как он называется, режим ящика, конечно, это очень странно переведено, но в остальном перевод нормальный, ничего больше не скажу. Да и, наверное, все. Что бы еще хотелось добавить? Не знаю, не знаю. Да, Type-C я бы, конечно, предпочел, потому что microUSB я уже практически не пользуюсь, уже все современные телефоны идут с Type-C. На этом у меня все. Обязательно посмотрите оригиналы фотографий с этого телефона, ссылки будут под видео. А я же не прощаюсь, а как всегда говорю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Данных выпусков, с уважением ко всем, Давид. Счастливо!